Так никогда. Слова эти, они потом вам будут откликаться по жизни. Да. Мы еще ждем Майл Шторм, он тоже придет, и я объясню вам правила. А пока мы можем поговорить с тобой. Как тебе на аналитике? Неплохо, неплохо. Я не был на аналитике, там был какой-то Иван. Я смотрел за всем этим. Ну так, нормально, пойдет, покатит. Нет, я не устал. Вообще ни секунды. Готов еще хоть 10 игр анализировать. И как тебе игра Flight of Moon? Неплохо. Я бы отметил игру из пада, во-первых. Потому что они достаточно хорошо сражались. Мне показалось, что у них очень большой шанс. Может быть, после лузеров они смогут выйти в финал. Почему нет? И попытаться что-то сделать. Потому что уже они обыграли Team Spirit. Почему бы это не сделать второй раз и не попробовать обыграть тех, кто их обидел. Ну, в общем, я бы игру отметил. Также игра... Все хорошо, да, согласен. А игра, как отметили... Как его зовут-то? Always Wanna Fly. Вот. Он хорошо отыграл. Действительно, хорошие стеночки ледяные и все остальное. Так что, в общем, прикольно, интересно, здорово, замечательно. Ты вообще квалы, в принципе, смотрел? Нет, квалы я не особо смотрю. Это сегодня у меня было, что я просто подготовился перед тем, как попасть сюда. А так, в принципе, я люблю посмотреть, там, все, что связано... Ну, так как нами уже вылетели Virtus'а, в принципе, не играли, ну и так далее. То есть, какие-то уже такие серьезные команды, которые уже о себе закричат. И за кого ты болеешь? Ну, на TI, за кого будешь болеть? Буду Virtus'ов затопить, конечно, за наших. Почему нет? Ну, вообще... А, Марго, ты вообще смотрела что-нибудь? Я, в смысле, я не про квалы. Я про то, что есть ли команды, которые тебе нравятся, например, просто по картинке. Или есть ли какие-то личности, о которых ты знаешь. Мне очень нравились, как они играли. Кто? DD. DD. Double Dimension. Вот. А, не знаю, какие-нибудь команды на интернешнлах ты наблюдала? Может быть, ты знаешь Virtus.pro, Na'Vi, команды? Я про Na'Vi очень много. Очень много слышала? Я узнала в чате, да, но... Что ты узнала в чате о Na'Vi? Ничего хорошего. Ну... Они вылетели, да? Да, они вылетели еще до того, как начались закрытые квалификации. А, ну вот я смотрела только последние два дня, и сегодня целый день смотрела. Ничего интересного, конечно, я не увидела, и последняя игра длилась очень долго. Так, у нас готов войти сюда господин Майлшторм. Новостник, привет. Что с тобой стало вообще, я имею в виду? Ты вроде был культурным, мало, мимо, у тебя был пиджач, чайок, рубашка, куда это все пропало? Квалификации на The International творят с людьми и не такое. Стал мои. Да? Да. И что с тобой будет? Я стоял, ждал, знаешь, как на чемпионате мира, когда игрок уходит за поле и ждет команду судьи, как ворваться. Серьезно? Да. Ты мог ворваться прям, как это сделал. Ты вообще видел, да, этот момент? Да, да. У меня там как раз закончились новости. Но думаю, что они уже никому не интересны после таких ворвов. Да, это точно. Это, да. Все хорошо, как подписали меня, все хорошо. Если что, друзья, завтра у нас будет еще алоха, возможно, он скажет и не такое. А мы сейчас будем как раз-таки учиться играть в бешеных псов. Бешеные псы. Бешеные псы. Бешеные. Кто-то из вас есть бешеных псов? Что? Что? В смысле, кто-то из вас бешеный пес или нет? Такое вроде нельзя говорить, да? Я бешеный кот, что нельзя. Я хотела сказать про себя, что я бешеный пес, но я же не пес. Ты... А-а-а. Сильно, сильно. Это многоходовочка. Это уже началась игра, я так понял. Это сложные мемасики. Пошли так. В общем, правила таковы, что есть несколько видов существ. Есть, соответственно, красные и синие, то есть менты. Ну или полицейские, давайте назовем это так. Честные. Честные и продажные. И продажные. Это все остальные точно такие же продажные, то есть здесь различий вообще никаких нет. И есть два типа боссов. Один особист, это босс голубых. И главарь, босс, соответственно, красных. Вот. Это все юниты в игре вообще, в принципе. И вот здесь написано, что ты вообще, в принципе, можешь сделать, когда у тебя есть ход. Первое, ты можешь проверять игрока. Я сейчас объясню, когда мы раздадим. Раздаются по три карты у каждого. И выясняется ваша собственная роль. Если вы, например, имеете два честных и одного продажного, означает то, что вы честный, то есть голубой. Если у вас, например, два продажных и один голубой, то вы красный, то есть продажный. Мы, получается, делимся на две команды. Да, на та команда, которая в голове держит, что она продажный коп, и та команда, которая держит, что она честный коп, то есть голубой. Вот. Если у вас в руке есть либо главарь, либо особист, независимо от двух остальных карт, вы либо красный, либо голубой. То есть они полностью перебивают все. Вот. Задача игры, соответственно, в том, что если вы красный, то вы должны найти вот этого чувака и убить его. Если вы голубой, то наоборот, убить красного. Пока все визит? Или я очень плохо объясняю? Нет, нормально, надо попробовать просто. Потому что я только что объясняла. Так, нам, получается, надо... Да, я тоже. Написано 4+, но по ощущениям 28+. Я уже ничего не понял, но попробую. 28 IQ. А это что такое, экипировка какая-то? Да, это дополнительные карты, которые дадут нам возможность делать какие-нибудь бонусы и так далее. То есть они включают в себя возможности дополнительно либо ходить, либо что-то смотреть, либо кого-то проверять. В общем, короче, это намного сложнее. У нас тут еще арсеналы есть с пистолетами. Говорят, Dota сложная игра. Ты можешь, кстати, раздать для меня, пожалуйста? Просто по две к каждому из этой колоды и эти четыре. Я вчера все запалил и постараюсь сегодня такого не делать. И это сделай тоже. И мы смотрим карты потом... И здесь тоже по одной. Да, 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 но у нас же 4 всего их. Да. Вот. Смотрим карты, понимаем, кто мы по цвету. Вот. И раскладываем их вот таким вот образом. Каждый. На стол планируем. Теперь решается, кто первый ходит. И решается, кто первый ходит в бешеных псах по тому, в кого стреляли в жизни. В кого-нибудь из вас стреляли в жизни? Нет. Не из окнестрельного оружия. Мне стреляли из... Рогаткой? Ну, типа того, да. Ну, давай тогда ты у нас будешь первым ходить. Итак, у тебя есть 4 действия. Можешь их всех зачитать для нас. Первое действие. Проверка игрока. Выберите игрока, посмотрите одну любую карту из топки перевернутых карт ролей перед ним, затем положите обратно на то же место, никому не показывая. Это было действие 1. Действие 2. Экипировка. Мы совершили его. Что? Это действие мы совершили уже, которое было первым. Нет, нет, нет. Это ты кого-то проверяешь. А, все понял. То есть не себя. Я говорю, я тупой. Свои карты надо запомнить было до. Я запомнил вроде. Вытяните одну карту экипировки. Это на долгое, более. Это я только 10% посчитал. У нас есть 4 действия. Первое, посмотреть карту противника. И ты ее не раскрываешь никому, просто сам понимаешь, что, допустим, у тебя красная узнает. Одну. Я могу и вторую на втором ходу сделать. Второе, что мы можем сделать, это достать вот этот пистолет. Кстати, у нас их должно быть 2, а не 3. Один уберем. Это достать пистолет и на кого-то направить. Их всего 2, так что если закончился в арсенале пистолет, значит, ты не можешь этого сделать. Допустим, условно, я первый хожу, я говорю... Господи, Исусе. Иди сюда. В общем, я направляю его против тебя. Вот. И в следующем ходу я смогу выстрелить. И убить тебя. Ну, сначала ты должен достать пистолет, а потом выстрелить. То есть это 2 хода. Это 2 хода. Но при этом всем, мне не имеет смысла тебя убивать, если я не в курсе, кто ты. Только по предположению. Мне надо понять, красный ты или синий, в зависимости от того, кто я. О, если после завершения фазы действий у вас остался в руках один пистолет... О, пистолет. Сильно. Короче, если я сейчас беру пистолет, то в конце хода я на кого-то его нацеливаю. Ну да. Для себя. Да. Ну так. Все? По-моему, там еще какая-то есть здесь. По-моему, ничего не понятно, но давайте начнем. Да, я думаю, сейчас попробуем. Сейчас все пойдет. Старше следует. А, да, за определенные действия надо открывать свои роли, дай сюда. Там есть типа... За пистолет ты открываешь эту карту. За выстрел или нет? Или за вооружение? За вооружение. За вооружение, друзья. За вооружение, соответственно, если вы хотите взять себе либо экипировку, либо пистолет, экипировка дает вам бонусы. Опять же, у каждого из вас есть одна экипировка, можете посмотреть, что она делает, конкретно в вашем случае. За это вы делаете открытие роли. То есть, допустим, условно, у меня три сейчас закрытых карты, и одну из них я открываю. В общем, давайте начнем с меня, раз уж я что-то понимаю в этом еще немножко больше. Вот. Поэтому я начинаю ходить. И я занимаюсь реально ровно тем, что я вытаскиваю из арсенала пистолет и направляю на Снэлкика. Подожди. Если ты хочешь первый, но в тебя не стреляли, значит, я могу после игры в тебя выстрелить? Ну, если ты захочешь, братин. Хорошо. Для этого мне нужно открыть одну из ролей. И я открываю то, что я, возможно, продажный, потому что у меня есть одна карта. Теперь Коэт Снэйл. Макс, ты живешь? Я, да, я беру пистолет и направляю его на тебя. Я не знаю, у меня он по-другому направился, но в любом случае, а это просто мне по барабану. Просто умри. Теперь у нас есть дуэк. Тебе надо раскрыть одну из карт. Только подумай, какая у тебя карта, и не босс, если у тебя есть босс. Да неужели? Я не настолько тупой. Я, возможно, честный коп. Но это лишь возможно. Я тоже беру карту. Есть пистолет еще? Нет, у нас закончились. У нас закончились пистолеты. Мы просто вступили в дуэль, которая называется самоубийственная. Я, то есть, не могу выстрелить в кого-то? Ты не можешь выстрелить, потому что у тебя даже пистолет. Не освободите пистолет. Как только освободится пистолет, у тебя будет возможность. Но ты можешь взять экипировку, и ты можешь проверить роль. То есть, ты можешь любую из наших карт, например, или карты Марго, взять и посмотреть. Ну ладно, я проверю тогда. И тогда у тебя будет инфо. Тогда твою роль проверю. Давай вот эту вот. Хорошо, смотри ее по-тихому. Ну что он, тот самый? А я ничего не должен говорить по этому поводу. Ну, ты имеешь полное право рассказывать кому угодно, какая у меня карта. Потому что это не факт то, что тебе... Нет, ты, в смысле, свою не должен. Потому что ты ему можешь верить, а можешь не верить. Он же теперь знает что-то. Ну и кто он? Все, я пока не буду ничего говорить. Так, я теперь должна посмотреть карту у кого-нибудь из вас. У тебя есть выбор. Либо ты можешь... И взять экипировку и выбрать... И открыть свою собственную карту. Пистолеты заняты. А я понял, в чем суть. А я не... Так, я посмотрела экипировку, я должна открыть одну из карт. Да. И сделать то, что там написано? Ты можешь ее оставить, можешь использовать когда угодно, в зависимости от того, что там написано. Нет, я имею в виду свою. Ты экипировку можешь сейчас использовать. Свою карту она должна открыть. А свою карту ты должна открыть. Одну. Нет, не должна. Подожди секунду. У меня есть мастер-гейм в ушах. А, вот так. Не должна открыть. Если я использую экипировку... А ты взяла новую экипировку. Нет. А, ну вот. Если ты хочешь взять новую экипировку, то ты можешь просто-напросто раскрыть карту. Если ты хочешь свою экипировку использовать, то не надо ничего раскрывать. Да, если я не хочу экипировку использовать, то я хочу сделать. Ты можешь открыть у нас какие-то карты, если хочешь. У нас четыре вида действия есть. Там проще. Хорошо, посмотри. Быстрее, быстрее отбираешься. А если я не то посмотрела? Что ты имеешь в виду? Что ты хотела у него посмотреть? Так, я посмотрела у него карту. Он налепил туда что-то другое. Хитрый игрок. Теперь ты знаешь что-то, что ты не хотела знать? Я не уверена в этом. Мне самому интересно эту карту. Теперь мы, я думаю, эта игра имеет совершенно другой смысл, нежели который у нас тут получается. Ну ладно, что, дальше? Да, мы продолжаем. Теперь я имею возможность выстрелить в тебя. Но, честно говоря, я реально не в курсе, надо ли мне вообще стрелять в тебя. Действительно. Поэтому мне возможно стоит проверить перед тем, как стрелять в тебя. Так. И я могу тогда посмотреть твою карту. И я этим и займусь. Стоп, а кстати, что у меня в экипировке есть? Может у меня есть какой-то вариант? Спустите, когда другой игрок готовится стрелять из пистолета, этот игрок должен выбрать другого игрока в качестве мишени и немедленно выстрелить в него. Кстати, замечу то, что... Я не должен был это сейчас читать. Да. Я тоже так, кажется. У меня есть маленькая подостреление. Не только я не уловил сути. Я просто не всю экипировку читал. Ты уверен, что ты эту карту хочешь проверить? Я эту хочу посмотреть. Никто же ее не смотрел до этого? Нет. Ну тогда я посмотрю. Вообще никто не смотрел его карту. Господи Иисусе. Вот ты понял, да? Теперь я все знаю. Мои эмоции. Теперь ты ходишь. Я могу использовать экипировку, и тогда я тоже должен буду открыть карту, да? А могу убить тебя просто. Нет, экипировка бесплатна. А выстрел в меня тоже бесплатен для тебя. То есть я могу выстрелить и экипировку открыть? Или только один ход? Один ход. Но если экипировка твоя не использует действия, посмотри, если она использует действия, тогда у тебя два хода. У меня действия. Использует? Да. Ну тогда, значит, у тебя одно действие. Либо выстрелить, либо использовать экипировку. Либо посмотреть в меня, потому что ты не знаешь, кто я такой. Ты знаешь, что у меня один продажный. А ты не использовал экипировку свою, я здесь? Нет. Нет. Так бы я бы выбрал кого-нибудь другого. А я могу выбрать кого-то другого? Но если я наведу на него... То ты потеряешь ход на это. Да, то есть у меня будет ход только на наведение. Да, какой же я медленный. Я супер-медленный убийца. Я думаю, надо стрелять. Вот это вот... Ага. В смысле? Ты же понимаешь, что я трикошечусь? Ладно, почему? А, ладно, я не сообщал тебе об этом. Ты же не использовал свой ход. Ты же не использовал экипировку. Ты умрешь. Стреляй. А как ты сможешь сходить, если ты не ходил? Стреляй. Попробуем посмотреть. Что происходит? У меня секретная карта. Я ее даже по факту не должен был читать прилюдно. Не стреляй. Не стреляй. Да ладно, стреляй. Я уже не буду стрелять. Стреляй, убей кого-нибудь другого. Я воспользуюсь экипировкой. Я, видимо, могу сказать, да, раз я ей пользуюсь? Да, 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 конечно. Какой-то тупняк происходит, друзья. Проверьте двух любых игроков. То есть я могу по одной карте у двух игроков проверить, да? Да, по одной карте у двух игроков. Ты вот эту проверял? Или дальнюю? По-моему, эту. Эту? Ты имеешь полное право, если что, не сообщать, какую ты смотрел. Майл. Все понятно? Двигаемся дальше. Я забыл, какие у меня карты лежат просто. Так ты можешь посмотреть. Ты же можешь посмотреть на свой игрок. Так интереснее. Так интереснее. Да. Майл, у тебя ход. А. Ты в порядке? Я понимаю, что ты... А пистолетов больше нет? Уже вне зоны действия. Пистолетов, только два. Ты посмотри, у нас оба взведены курки. Ну, я тоже хочу стрелять. Ты хочешь пау-пау-пау? Ты можешь взять экипировку, насколько я понял. Что это за херня? Что это такое ранен? Это если у нас у кого-нибудь есть босс. Да, допустим, ты... Их два босса у нас сейчас у каждого. Это новое правило, которое открывается. Нет, это не новое. Это просто если кто-то уранил босса, то мы бы использовали эту карточку. Это те две карты, которые... Да, 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 которые показывают босса. У босса две жизни, в отличие от простого гражданина. Который показывает голуболитый или красный. Да. Но простые граждане, короче, у которых нет босса, умирают сразу же. Понял. Все. Короче, ранен только если ты босс. Да. Короче, я беру экипировку. Мне, получается, надо открыть одну карту. Стой, подожди, стой. А свою экипировку ты не используешь? У тебя же есть экипировка. Я знаю. Он не хочет. Он хочет раскрыть свою карту и купить себе экипировку. Ну и так уже посмотрели. Скрывает мою штуру. И вот так уже посмотрели. Так ты смотрел только один человек. Мы же не знали. Какая-то интригующая игра. Нет, сейчас я начну тебя стрелять, поэтому... Ну я же уже теперь проверил две карты. Короче, я... Одна лежит. Я смотрю. Я все. На этом мой ход все, да? Я взял карту, больше я ничего не знаю. Ты можешь сделать это, если там не написано, что она использует ход. Непонятно. Не написано, что она использует ход? Да, вроде нет. Все, тогда давай штуруй. Дымовая граната. Очередность хода меняется в другую сторону. Это правило действует до конца игры. Сейчас ты задолжишь Марго просто. Скажешь ей, чтобы она сидела дальше и ничего не сделала. Ты можешь просто использовать, и я пойду в ту сторону. Я все пропустила. У него есть карта экипировки, которая меняет ход в другую сторону. И мы начнем играть в ту сторону. Ты можешь сейчас мне сказать, если мы пойдем в другую сторону, ты можешь сказать, что у него есть карта, и я его убью. Стреляй. Я вообще как бы не этот... Не против? Так, а куда? Сброс. Слушай, но если я его убью, но использует экипировку... То будет все плохо. Очень плохо все будет. Ну, а ты хотел стрелять по кому-то из них, возможно? Так я не могу. Может, ты хочешь, чтобы тебя стреляли? Я потрачу ход. Нет, я хочу стрелять. Ну, если он выстрелит, то у нас будет возможное место. Господи, помоги, пожалуйста. Я, если буду в тебя стрелять, ты перенаправишь свои пули вонючие на кого-нибудь другого. И ты будешь решать, на кого я их перенаправлю. А если я перенаправлю на кого-то, то я потрачу ход. И пистолет еще. Помогите, пожалуйста. И пистолет еще. Ну, ничего страшного. Ты используешь вообще дымоход или нет? Я не понимаю. Прости. Да, мы вообще делаем дымоход. Мы делаем дымоход. Мы делаем дымоход. Да. Я допроверю еще одну карту. Что такое дымоход? На всякий случай. Мы чистим вместе с Майлом. Что вы с ним делаете? Мы чистим дымоход. Просто мы, короче, не даем тебе ходить в другую сторону сейчас. Идем. Понимаешь? Да. Что ты делаешь? Ты сейчас проверил Джону? Я проверил. Вот эту? Вот эту. Какую? Да если он до этого ту проверял. А, сильно. Теперь он знает вообще все обо мне. Теперь я все о тебе знаю, бля. И про дымоход в том числе. Окей. Тогда я стреляю в тебя. Я это знаю. Пал. 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 Сообщаю. И теперь она отправляется в арсенал. И... Я умираю. Если у тебя нет главаря, то да. Да. Я умираю. И показываю, что я был самый честный. Самый честный из всех честных людей на планете. Самый голубой на планете. Советую присмотреться к этому молодому человеку. У него не только дымоход, но еще и всякие остальные плохие вещи. Теперь ты ходишь. В общем, если ты хорошая, то тогда надо, чтобы ты умерла сейчас. Ну и имеет смысле, нам надо с Майл Штормом это сделать. А куда делся мой пистолет? А если ты плохая, то в таком случае, соответственно, с этим надо прикончить Майл Шторм. А что с пистолетом? А что с пистолетом? Он в арсенале. Мой, мой пистолет. А что я теперь должна сделать? А твой пистолет в арсенале. Я теперь должна кого-то убить? Нет, это твоя личная... Я хочу кого-нибудь убить. А это я уже понял. Я понял. У тебя есть пистолеты теперь в арсенале? Ты можешь привести на кого-то за один ход. Когда я умирал, на последних своих издыханиях я достал пистолет, увидел своего обидчика и начал в него палить. Ты в курсе, что у меня экипировка, если что? И что? Ну ладно, давай так и сделаем. Меняем правила. У тебя был пистолет. И я достал свой пистолет и начал стрелять по вас. Давай, стреляй, стреляй. То есть я в тебя... А, ну да. Все, ладно, она в арсенал уже вся эта. Все, все, видишь, продолжай. Какой-то непобедимый. Продолжаем, да? Что? У тебя есть три варианта действия. Первое, нацелить пистолет на кого-то, и во втором ходу ты сможешь его использовать. Второе, ты можешь посмотреть чью-нибудь карту, проверить. И третье, ты можешь взять экипировку за счет открытия своей карты или использовать свою экипировку. Вот это сильный маневр. И у тебя есть... Теперь, Майл, мы должны ее прикончить. Как это сделать? Ну, я беру пистолет. А с хера ли ты бежишь, все лучше сходят. Нет, почему? Мы в эту сторону уходим. Я, короче, беру... С Майл, просто нету, блядь, все близко. Я, если честно, тоже. Я беру пистолет и направляю на нее. Нам надо вместо того, чтобы дота смотреть было, самим поиграть и понять, что происходит. Ну да. Что такое? Ты направил на Марго пистолет? Теперь у вас вилка. Опять. Как у нас была со Снейлом. А я ничего делать не могу, значит, да? Все, что мне нужно сделать сейчас, это проверить вот эту карту. Ты мне это можешь показать? Могу. В общем... Думаю, не можешь. Мне уже лень. Уже лень, хорошо. Так, и что, теперь все, твой ход закончен? Да, мой ход закончен. Теперь, получается, Марго стреляет в меня. Отбить ты не можешь, да? Что там рофлят? Ты только можешь... Я свое отбить могу. А, я понял. Что там рофляти-то? Игра-то серьезная, между прочим. Я уже это умер. Они над этим будут. Ты можешь пока поспать. Или нет? Что? А, ты можешь не стрелять в меня. Я могу не стрелять в тебя, а могу стрелять. Не надо. Ну, в смысле? В прямом. Я хочу тебя убить. Понимаешь, он должен убедить тебя каким-то образом, что в него не надо стрелять, потому что он, возможно, с тобой за одну команду. Возможно, нужно стрелять в Кристал Мэя. Но ей надо будет переводить курок. Я ошибусь. Я вообще советую. Ты убьешь человека из своей команды. Я когда умирал, я проверил все карты. Я советую в него стрелять. Но подожди, она же может быть плохим копом. А могу хорошим. А может быть хорошим. Ну, как минимум, ты сдохнешь. Ты же хороший коп был. Хороший. Значит, ты можешь советовать тому, кого ты считаешь хорошим? Ты меня грохнул. Да. Моя душа, которая неспокойна там на небесах, она требует мести, чтобы освободиться и уйти в мир иной. Так что... А, решай. Я советую. Кого ты хочешь пристрелить? Поверь мне, в мире духов вот этих вот стенок нету. Я вижу, кто он. Я насквозь его вижу. В общем, я вот это имел в виду. Вот эту прям самую ближнюю карту ты видишь? Я ее прям чувствую. Кстати, можешь ее посмотреть, если хочешь. Это будет стоять у тебя отхода. Да. К этому моменту вот этот парень может тебя пристрелить. А я хочу его убить. А у тебя... А ну, понял. Ну так убей его. Ты умер. А могу теперь... То есть в тебя стреляет чувак. Ты ранен или нет? Я ранен. Ты ранен. Шикарно. Так, давай тебе дается карточка вот этого. Вскрывается твой босс. Короче, походу все. Ты ранен. Все умерли. Хорошие люди. И тебе дается одна карта экипировки. Возможно, кстати, вот эта карта тебя спасала, нет? Сейчас посмотрим. Понять бы еще, вход находится или нет. Одну секунду. Так, паузу там рекламную. Я читаю. Это очень сложная игра. Когда я начинал в нее играть, мне сказали, что это легкий аналог мафии. Мне так же сказали. Ладно. Пока. Сколько карт я могу использовать, если на них ничего не написано? Ответь на вопрос мне, Кристал Мэй. Сколько угодно. Если взять экипировку, то все что угодно. Окей, окей, окей. Короче, я использую вот эту штуку. Эта карта делает из, ну, либо честного, либо продажного. Любого игрока. Вот. И я делаю Марго честной. И что это значит? Ну, она честная. Не знаю, она была... А если... А я не хочу. У нее нет ролика, который открытый. Убей его. Не победишь ты, блин. Я не могу убить его. Он же вытяли на меня. Это первое. Второе. Я использую карту дефибриллятор. Возвращаю в жизни Снейла. Мне кажется, это последняя часть. Легкий аналог мафии. Возвращаю в жизни Снейла. И он тоже добрый, короче. Тут надо было вот так вот. О, господи. Я еще у него, знаешь, спросила. А там будут какие-нибудь, типа, доктора? Знаешь, что это мафия? Слушай, я не был. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Мы сыграли один кон, и это было настолько легко и быстро. Мы сыграли за пять минут один кон. Ты был в нашу верен. В тестовой игре. Я думал, что мы это сделаем так же. Все интереснее, потому что я сбрасываю две его карты, и оставшаяся карта определяет его роль. Но так как у него все были честные, то есть он остается честным. Все, эти две, типа, сброшены, считаются. Ребята, верьте в добро, и вас вернут с того света. Так, этот пистолет не действует. Этот направлен на Марго, но в конце хода я могу его перенацелить, правильно? Правильно. Я перенацеливаю его на Кристалл Мэя. Какой добрый раненый босс. Ранили, видимо, его в ту часть, которая отвечала за зло. Это все еще учитывается. Там немножко нож, правда, по-другому работал, но неважно. Почему? Давайте мы не будем вдаваться подробностями. Пожалуйста. У нас, на самом деле, еще одна мини-игра есть, которую мне намного больше хотелось бы сыграть, но, судя по всему, мы не успеваем, поэтому... Мы куда-то торопимся? Видимо, да, я не знаю, куда сейчас. Квалификация заканчивается 25-го числа. На моих часах 19-е почему-то. Ладно, ты на меня направил пистолет. Да, да, да. И ходит, получается, мистер Снейл. Снейл. Он... А что мне нужно сделать-то? Бери пистолет, направляй на него. Да, у нас, кстати, он в арсенале, если что-то, может... О! Только что теперь делать, потому что он пулу отражает? Мне надо захилиться, как захил. Если какой-то хил. Смотри, смотри, стой. Смотри. Стой и смотри. Сейчас ходишь ты... А, точно. И перенаправляешь на нее. Да. Убиваешь честную. Да. Он что-то там делает, ему уже все уже. Все, это легчайшее. И потом я его убиваю. Кристалл, ходи. А с чего ты взял, что я честная? Ну, потому что он... Он раненый, и он тоже босс. Ну, я вроде как назначил тебя честной. Я не знаю, правда, как нож этот работает. Ну, неважно уже. Стой, а почему она-то честная? Она, наоборот, должна быть плохая, если вы оба честные. Так я же нож ей положил. Он не честный. Я поменял ее роль. Как он честный, если у него босс? А, ты поменял ее роль, и теперь она тоже честная. Ты Марго об этом сообщил? Какая разница, мы сейчас убьем ее. В какой... Она же честная. Ну, надо кого-то убить. Продолжим. Давай, ходи. Что я могу сделать теперь вообще? Я даже не знаю, у меня вообще нет выбора. Взять экипировку. Давай экипировку беру. После завершения текущего хода, очередь на новый ход опять переходит к вам. Что? Ну, ты еще раз. А, я, значит, могу еще раз экипировку взять с вот этой экипировкой. Погнали. Перемешайте. Она такая же. Это просто даже... Я не представляю, как это должно исполняться. Давайте, я просто не буду этого делать. Перемешайте все ваши карты ролей, взгляните на них и положите рубашкой вверх на стол в любом порядке. А, оно ничего не делает. Я понял. Хорошо. Я должен, чтобы брать экипировку, я должен открывать роль. И я открою вот эту. Это не важно, потому что он тот самый. Я тот самый. Так, теперь ходит Марго. Мы меня не застрелим никогда. То есть вы меня не убили? Да, мы пока тебя не убили. Подожди, а почему мы ее не убили-то? Сейчас, подожди. Ты всегда опережаешь события. Так, потому что я вернулся с того света. Я все знаю наперед. Надо убить, на самом деле, всего лишь главаря. Я слышал, что всех убил бы он вообще, если бы была его воля. Ваш ход. Короче, нам надо каким-то образом прикончить его, поэтому тебе в любом случае придется брать экипировку, потому что делать больше особо нечто. Она честная, если что. Если я возьму новую экипировку, то я открываю одну. Да, да, да. Ты можешь свою экипировку использовать бесплатно, если хочешь. Она честная. Открываешь одну из своих штучек? Да. Будь укурой. Она в любом случае честная, на самом деле, как мы знаем теперь. Используйте сразу же после того, как игрок был проверен. Игрок должен перевернуть проверенную карту в роли лицом вверх. А кто был последний раз проверен вообще? Да, неважно. Тут уже и все и так все знают. Ну да. Все на этом ход заканчивается. Да. Ты хочешь, переверни любую из наших карт, в общем. Так, он, короче... Я стреляю в тебя. Ничего не будет, у вас в одной карте осталось. Так. Ну да. Спокуха. Все, ты узнаешь роли уже точно. Там уже все проверено. Если ты все еще запуталась... Да он проверенный уже. Он проверенный. Ты можешь перевернуть ее полностью. Я имею в виду для всех. Вот. Все. Я стреляю в тебя. Он отражает, ты убиваешь ее. Да. Это идеальный набор просто. Ты понимаешь, как получилось, нет? Понимаю. Что происходящее. Нет, Марго, я не знаю. Убив меня, он допустил ошибку. И я убил его. Нет, подожди, он только ранен. Да. Черт. Да что ж ты. Ладно, давай сделаем так. Я не использую экипировку, я просто умираю. Мы на этом заканчиваем. И переходим к другой части игры, которая была на самом деле специально для тебя написана. Для меня специально написана? Да. Вот. Мафия затянулась, честно говоря, очень сильно. И у нас был другой, хоть это и не мафия, невероятный контент. Легкий налог. Но на самом деле участвовать может всякий. Марго, ты играешь в игры? Возможно. Ну, в какие-нибудь. В какие-нибудь. Не знаю, там, в какую-то классику, возможно. В классике. В вампир сейчас прохожу. В вампир? А, которая новенькая. Классика. Окей, хорошо. Итак, мы должны отгадать игру по описанию. И первая игра звучит так. Я Снейл отгадывается. Это Снейл? Ну, я думаю, что вы можете ему помочь, если Снейл не догадается. Батя пьет травы, дерется с чертями и ищет свою дочь. Беймак? Да. У нас даже есть для этого специально. Я его сейчас прохожу. Черт. Смотри, какая блога. Ворожей 3? Да. Ну, от Фаргуса, правильно? Да. Это, кстати, дословный перевод. Челлендж с Фаргусом. Итак, черный парень из гетто, многогранная личность, живет с теткой, гуляет с собакой и никак не может выбрать из двух отцов. Так, это либо GTA, либо Watch Dogs. Это GTA. Да. Про черного парня. Угу. Я забыл, как называется эта игра. Блин. Там надо управлять его руками, ногами, да, нет? Нет. Нет? Значит, не та игра. Она известная, это супер популярная. Вот эта вот игра? Да. Где человек постоянно умирает? Можно еще раз? Перекатывается. Самый слабый человек умирает от всего на свете и перекатывается, хотя он и так уже мертв. Это я по утрам. Да, это похоже на описание. Перекатывается. Я перекатываюсь. Ты колобок. Я колобок. А ты знал или ты догадался? Я не знаю, что за игра. Я, 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 нет, я не знаю. А ты назвал игру? Нет, он вообще не назвал, но он в курсе походу. Может, я не прав, но мне кажется, я прав. Ну, говори. Ну, это Dark Souls. Да, именно. Ты перекатываешься, и ты мертв уже. А почему вы перекатываете? Ну, это его главный маневр для Доджа. Чтобы не вздухнуть, да. Да. Итак, недалекое будущее, пьешь из лужи, делаешь вещи из труб, из синей изоленты, ищешь отца, который ушел из семьи, а в конце находишь сына. Изоленты? Да. Недалекое будущее, пьешь из лужи, делаешь вещи из труб, из синей изоленты, ищешь отца, который ушел из семьи, а в конце находишь сына. Лицо Майл Шторма, это просто что-то отдельное от этого мира. А я не знаю, как называется, но я поняла. Ну, ты можешь подсказать своим друзьям? Нет, мне кажется, у меня есть идея одна, но не знаю, как она подходит, не подходит. Так. Ну, это на Fallout похоже немного. Именно он. Ты тоже думал о Fallout? Как Фаргус перевел Fallout? Подожди, какого сына ты находишь? А это четвертый? Радиоактивный пепел. Четыре. Так. Вот если бы ты сказал угадывать название, которое было придумано Фаргусом, тогда было бы гораздо сложнее. Окей. Неудачник из будущего попадает в прошлое, где у него внезапно слава, деньги, женщина, средневековое карате, его главные враги это крестоносцы и плохая оптимизация. Блин, что-то знакомое очень. С прошлого в будущее. Точнее, из будущего в прошлое, да? Музыка подходит, кстати, под наши думы. Да, но у меня как бы только одна мысль, не знаю. Давай, я? Я не играл по этому, не знаю, там попадает ли в прошлое этот Kingdom Come, который... Нет. Нет, нет. Но он там в оригинале, типа, парень жил, жил у Кузнеца. Я просто не играл. И не ту жил. Я не знаю. Там еще кто-то, кто крестоносцы, там всякие. Из будущего в прошлое? Крестоносцы. Из будущего в прошлое, да. Я не понимаю. Куда-то назад. Я сдаюсь. Какой-то похожий на, не знаю, марвеловский этот, как там, этот последний. Целую серию ее шлепают каждый год. Assassin's Creed? Да. Да, ну на. Он попадал из будущего в прошлое? Он попадал из настоящего в прошлое. А-а. Ну, типа, настоящего, у них там для нас будущее. Я понял. Проведи время так, будто твои родители уехали на дачу. Все время гоняй лысого, переодевайся в чужую одежду, а потом заметай следы. Так это не игра. Я не знаю, что это. Все, симулятор жизни. Симулятор жизни. Я не знаю, что это. Где надо переодеваться и заметать следы. Hitman, что? Да. Hitman? Hitman. Описание вообще великолепное просто. Лысого, да, там, гоняй. Так это, кстати, старая шутка с башорга. На самом деле. Ну и немой очкарик интеллигент перемещается во времени. Сначала врагами оказываются мирные эмигранты из вне, а потом комбайны. Гарри Поттер. За это похоже на Хогвартс. Но это не он. Очкарик мирный. Ой, я оторвал кусок бус. Не мой очкарик интеллигент. Волновался. Half-Life. Да. И женщина на странных каблуках ходит в стены и спорит с другой женщиной. Портал? Да. Все, мы на этом заканчиваем. Ключи. Наше сегодняшнее вечернее шоу, которое было с самой сложной мафией на Земле, с самыми сложными поворотами судьбы. Большое спасибо нашим гостям. Большое спасибо Марго. Большое спасибо Максу. Мэл Шторму. Мэл Шторму тоже большое спасибо, что он пришел. Я-то не в гости, я тут живу. Да, просто заменял. Спасибо за предоставленную квартиру для сына. Не вопрос, приходите. Ну, вы еще тут будете, пока идут квалификации. Там завтра сюда придет Алоха. Ты не против его впустить? Да, нет, конечно. Не все нормально? Это ошибка. Потом напиши там код от домофона, пожалуйста. Отправляемся на Южную Америку, друзья. Квалификации продолжаются. Дота, Дота и еще раз Дота. Всем всего доброго. С вами был Кристалмэй. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok